Так, дорогие мои, всем привет! Вы только на это посмотрите, говорю в очередной раз. Это просто вау! Посмотрите, какая красота мне пришла! Ребят, я, во-первых, передаю привет, я не помню точно ник, баня, что-то там. Это девочка или мальчик. Мне писала, Катя, сними, пожалуйста, запеченный сет с большим количеством миди запеченных. Ребят, ну вы сами все видите. Вот они, ваш сет, вот он, ваш миди. Я очень безумно голодна, у меня текут слюни. Давайте пробовать, кстати, у меня где-то был морс. Ребят, это мы сами сейчас едим старое, забытое наше прошлое. Это роллы из Суши Стор. Подождите, я за морсиком схожу. А морс-то мне не положили. У меня вот эта косичка еще, честно, с ночи. Сейчас время в 6.30. Ребята, эти роллы я раньше ела постоянно. А это действительно самые вкусные, дешевые роллы. Вот поверьте мне на слово, я их не ела с Куку давным-давно. Сейчас я их заказала, и они вкусные. Для тех, кто любит роллы с шапками, это просто прекрасный вариант. Арина любит заставку сериала «Утреннее шоу», «The Morning Show». Я ее включила, она смотрит. Так, давайте посмотрим теперь вот на этом. Это мидия из места под названием Ями-Ями. Честно, ребят, не заказывайте у Ями-Ями. Сейчас я расскажу, почему. Невкусный, во-первых. Все место испортилось. Во-вторых, они мне там прислали как-то тухлые роллы, я им про это написала. Они мне сделали возврат баллами, а у них можно списать всего лишь. Ну, короче, там... Эти баллы нельзя списать по итогу. Нормально. Короче говоря, хрень полная. И невкусная еще. Так, пробуем. Блин, ребят, трэш. Это было в моих роллах. Что это такое? Что это такое? Это кошмар. Это не в роллах, это вот в этих мидиях было. А что это такое, ребят? Посмотрите, какая мидия. Едем дальше. Ладно, пофигу. Я не брезгливая. Не знаю, что это такое. Морское что-то, по-моему. Так. Такая мидия. Соус вкусный. Короче, пофиг на них. Ребят, скажите, пожалуйста, кто... А, во-первых, хочу с вами поделиться. Я пошла к психологу. Еще раз сходила. Я была психологом, получается, раза четыре. И тут, ребятушки, я сходила. И мне понравилось. Мне прям очень понравилось. Разгадали... Она разгадала одну мою тайну, которую я даже не подозревала. Ну, прям, я хочу к ней походить. Ну, прям, я хочу к ней походить. Она сказала, что моей проблеме нужно 10 сеансов где-то. Это детско-родительские отношения. На самом деле, не очень хочу рассказывать, потому что смотрят мои родители мой канал. Мне не хочется, знаете, выносить вот этот ссор. Вот так. Ну, может, расскажу потом. Короче, я тут посмотрела видео Масе Шпак. Она первый раз рассказывает о расставании со Шпаком. Блин, запеченный сет, это такое хрючево прям. Надеюсь, вы смотрите. Надеюсь, вам нравится. Посмотрите на них. Прямо хрючево. Хрючево, хрючево. В общем, Мася Шпак записала первое видео после расставания о расставании со Сашей Шпаком. Видите, видите. Она первый раз откровенно рассказала о том, как они расстались. Оказалось, что Шпак был жестким абьюзером. Это, в принципе, было видно и по их роликам, ну, что как-то он ее прижимает все время. Но не было понятно, знаете, весь масштаб, как он ее абьюзил, как он не уважал своих родителей. Ее. Мы привыкли, что мы смотрим на блогера, и мы ему априори верим. Мы верим, что блогеры не устают. Ну, короче, мы верим всему тому, что они транслируют. А она говорит такую вещь. Он вот тут, типа, на свою мать говорит там плохие слова. Ну, грубо говоря. Он ее тут доводит, потом включает камеру и такой, о, всем привет, мои дорогие, всем привет. И то есть, на самом деле, блогерам веры у нас нет. Посмотрите. Красота, да? Блогерам веры нет, потому что они транслируют одно, по факту абсолютно другое. Блин, эти такие остренькие, такие вкусные. Просто вау. И вот так. Я, ну, у меня есть подружки, которые не занимаются блогингом, и они прям супер доверяют блогерам. Ну, как бы верят всей рекламе. Вкусно. Ой, очень. Я же в всем этом поварившись, я понимаю, что это такое. И вот ситуация с Массей. Они были у всех на виду, но никто даже, ну, как бы не протянул ей руку помощи, так скажем. Все было за ширмой улыбок. И правильный Саша Шпак улыбался только на камере, а дома был жестким абьюзером. Типа он нарцисс-абьюзер. Сейчас он вообще переехал в Америку. И оставил эту Массю с долгами. Всю их недвижку продали они. Вложились в Турцию. Там строили виллы. И потом просто, когда она стала с ним разводиться, все, у него ничего нет. У него только долги есть в России. Все инвестиции он инвестировал в Турцию. Она ничего не поимела после развода вообще. Хотя набирали популярность они вместе. То есть нельзя сказать, что она пришла, она все готовенько. Они вместе снимали, они вместе набирали популярность. Вы слышали вообще эту историю? У нее там двухчасовой ролик. Ничего хочется сказать, что девчонке, кто живет с такими людьми, надо уходить. Она не уходила до последнего. Типа они приехали уже в Турцию. Она говорит, что там ее стал уже парализовывать от вечных нервяков. И там был последний момент, когда... Они не ссорились, как я не понимаю. Они просто постоянно держали в таком напряжении жестком. И, ну там, в общем, так получилось у них, что он разбил стекло. Стеклянную дверь. Она была вся в крови, а он даже там, грубо говоря... Ну, она поранилась. Он кинул телефон, разбил дверь. Она поранилась, а он даже не пошел в аптеку. Он ей приложил туалетную бумагу к ранней. Сказал, типа, ну вот, пройдет сейчас. И тут она поняла, что если вдруг ее парализует, он просто-напросто ее перешагнет и пойдет дальше. Не будет за ней ухаживать, ничего. Ну там, надо смотреть ее ролик. Ужасная ситуация. Было много звоночков. Но она дотянула. А, в принципе, девушки так и дотягиваются бьюзерами. Это как с этим... Господи, я же забыл. С Бешимбаевым. Он ей тоже не давал спать. Как Бешимбаев. Ну, короче... Тоже какие-то шизофернические истории. В общем, если видите в своем партнере такое, лучше, девочки, не рискуйте жизнью, знаете. Я хоть и слушала ее рассказ. Я думала, слава богу, она осталась в живых. Ну, правда, там такое вот проскакивает. Что там? Социофоб, социопат. Посмотрите, это будет интересно. Прямо так и называется. Мать и исповедь. Она сидит, про два часа рассказывает. Поскольку я их смотрела, видела их пару, видела, как они развивались, как их блок рос. Для меня это был шок. Узнать, что он настолько... Ну, так только на словах, знаете, уходите. Конечно, в жизни все намного сложнее. Но лучше не испытывать судьбу, потому что жизнь у нас одна, девчонки. Он там и шантажировал с собаками, у них собаки, что типа собак не отдам. Она ему там все, вообще, она все ему подписала. Она просто с этих отношений ушла пустой. Я за ними наблюдала, и я не думала, что, знаете, ну, как бы, опять же, за камерой вы ничего не видите, да, что происходит. Вот. Блогер показывает только то, что хочет показать, и не больше. И если, знаете, вы думаете, вот, там я ее смотрю, я ее знаю, ребят, не знаете. Не знаете, потому что вот эта вся красивая жизнь, это все картинка. У нее так все легко получается, а мне тяжело. Ребята, это все просто картинка, это все неправда. У меня подружка недавно родила, и она мне все время говорит, вот, а вот и вот и блогер, так, ребенок, а вот и вот и так. А я понимаю, что это просто, ну, то, что она показывает, это все неправда. Это просто какая-то часть жизни, которую человек показывает, транслирует, и надо быть достаточно наивным, чтобы верить на 100% тому, что показывают. Вот. Даже, допустим, я, ну, я вам показываю вот одну часть, что я ем, что-то рассказываю. Но вы не видите всего глобально моими глазами. У тебя кажется, что вот, я знаю блогера. Он прям мой родной. Мне, кстати, вот так вот было. А потом проходит время, и ты видишь, что этот блогер, допустим, такой же абьюзер. И что, к сожалению, разочарование. Арина, Арина двигает свет. Ариш. Поэтому, ребят, держите ухо во срок, не дайте вас обмануть. Кто смотрит звезды в Африке? Там было испытание, что Лерчик. Девочки, допустим, сейчас Арина ударилась. Повторюсь, быть мамой, это огромный, огромный труд. Все, кто мама, это честно, нам просто не до конца все рассказывают. Вот те, кого нет детей, не до конца люди вообще понимают. А особенно, если ты хочешь что-то делать, и с ребенком это очень сложно. Кажется, да, там, ой, в декрете. Чего ты сидишь, скучаешь в декрете? Делай свой бизнес в декрете. Делай то, сё в декрете. Ребят, вы что издеваетесь? Кто это вообще сказал? Вообще, кто-то сказал, что вы делаете, давайте там в декрете, вы там сидите, скучаете. Кто-то не был никогда в декрете. Я вам так скажу. В декрете некогда скучать. Я не знаю, тут Чарик сожрал роллы, не сожрал, пока я тут селил. Роллой вкусно. Шапчет волшебная. Это я даже не хочу доедать. Вот это. Ями-ями, ребят. Не рекомендую. В общем, материнство это очень сложно. Особенно в городе. Особенно, когда у тебя, допустим, мама в другом городе. У тебя нет возможности сейчас, там, в моменте ями. Сложно. Люди, которые пишут, что там у меня 10. У меня не сложно. Значит, что этих людей, у меня никого нет. Ну, я не понимаю, как. С ребенком ты должен быть постоянно. Сам себе не принадлежишь с ребенком. Что-то сказать. Ну, у кого дети, тот знает. Есть адекватные, девчонки, ну, комментарии. А есть просто комментарии, это бред какой-то, знаете. Мне уже пофиг, я вот. В общем, Мася шпак. Посмотрите, исповедь. Очень интересно. Не нужно верить, знаете, всему, что вам показывают. Читайте между строк. В принципе, такой навык полезный. А не то, что лежит на поверхности. Потому что за... Потому что за всем, что вы видите, скрывается много-много того, чего вы не видите. Мне вот казалось, что у них какие-то проблемы, но не настолько. Я еще думаю, блин, почему они расстались? А когда я услышала, почему они расстались, я просто впала немножко, знаете, в такой шок. Некоторые тоже говорят, Хать, очень суетливое видео. Ребята, я вам скажу так. Говорим спасибо, что видео выходит вообще. Потому что, правда, не всегда есть возможность. Оставить ребенка с кем-то. А когда ты оставляешь ребенка, не всегда есть возможность снять. Потому что есть много других дел. Есть вообще жизнь. Есть там уборки, стирки, готовки. Какие-то другие дела. Арина, вот так ты упала, Ариша. Поэтому... Поэтому вот так. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мои контакты в описании. Мой телеграмм в описании. Обязательно подписывайтесь туда. Там я бываю чаще. Там мой такой лайфстайл больше. А я пошла. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok